Здравствуйте, дамы и господа, это канал Георганко, я ведущий Георгий, и это игра This is the Police, это полиция. Итак, мы продолжаем сразу же почти после предыдущей серии, за исключением того, что мне пришлось поднастроить звук, из-за этого я паручка диалогов тут просмотрел, и в общем обратил внимание на то, что шерифа Шарфута засадили, в общем убили этого шерифа, я так сначала и не заметил, что его убили, но оказалось, что несчастного шерифа убили. Итак, как же мы ответим, ты и твои дружки заманяли Шарифа Шарфута в засаду и подло убили, вы галстуки вообще представляете, что вас теперь ждет. Я знаю, что за убийством Уэллза стоит твоя банда, просто скажи мне, кто нажал руки, а быть может я отпущу. Ты ведь из этих мест, да, я уверен, ты слышал, что наш шериф Уэллз погиб, и что об этом тебе известно. Ну что ж, скажем ему, погнали в засаду и убили. Ну как, кстати, мы убили часть, ну похоже это предыдущее здание, которое мы проходили, это точно было оно. Я проверяю запись, да, запись идет, отлично. И в общем в чем дело-то? Дело в том, что, в общем, похоже, когда все прошли туда, всех их там и перебили, этого шерифа. И анонимный звонок оказался правдой, так, и так, вы и твои тружки, убили вы, вы вообще представляете, что у вас здесь обрушишь на нас всю мощь деревенской полиции? Пощади, милая, ты бы хотя бы проверь свои факты для начала. Хам какой. Я не отстану, пока ты не скажешь мне координаты вашей базы. Насколько я не знаю, вы никогда не держите наркотики на своей базе. Почему? Ладно, сменим тему наркотики, где вы их храните? Я не отстану, пока ты не скажешь им. Так, съездит туда, тебе понравится. Итак. Похоже, мы не справились. Я вот как раз на этом моменте и закончил, потому что... Я на секунду подумал, вы бы хоть чемодан спрятали. Что? Там всего лишь... Чарли закрой рот, приготовься к допросу подозреваемого. Да, допрашиваем подозреваемого. Похоже, теперь на место женщины пришел мужчина. Лили, я хочу... Я просто хочу, чтобы... Ты ведь понимаешь, Гейл, что это скоро закончится? Все это... Ты ведь понимаешь это, правда ведь? Я... Я понимаю, Лили. Мне нужно написать письмо капитану Картеру. Какой сложный сюжет, я ничего не понимаю. Какой капитан Картер? Кто Лили? Кто этот? Гейл? Кто это? Или я его вообще имя... Я его даже имя запомнил наполовину. А вот это кто это человек? В самом низу. На третьей картиночке. Тоже непонятно ничего. Сложно все, сложно. Стук в дверь. Дверца. Дверца. Дверца, дверца, дверца. Кто же там такой? Сейчас. Здравствуйте, меня зовут Богдан. Вы довольны своей водопроводной системой? Готов спорить, что нет. Я здесь, чтобы решить вашу проблему. Я сейчас проверю звук. Я? Простите, что? Не очень-то здорово бегать в туалет на мороз. А? Особенно в нашем своем возрасте. Ну это, наверное, убийцы, я так понимаю. Сбегаешь раз, сбегаешь два. Или рекламщик какой-то. И хорошо, что... Если только задница. Поверьте, я знаю, о чем говорю. И вы тоже знаете, о чем я говорю, не правда ли? Эм... Послушайте, я, послушайте, это не мой дом, я... Я просто его снимаю. Тем лучше. Значит, владелец дома все оплатит. А вам остается лишь наслаждаться новеньким унитазом в тепле и комфорте. Вы... Вы что? Вы продаете... Вы продаете унитазы? Вы продаете унитазы по ночам? Нет, что вы. Мы заменим вам весь водопровод. А унитаз в доме это, смотрите, пистолет. Вишенка на торте. Смеется. Вы справедливо указали на мой бесцеремонный поздний визит, мистер. Эм... Понимаете, наша фирма пока еще делает свои первые шаги в этом бизнесе, так что я могу себе позволить общаться с новыми клиентами только после своей основной работы. Но унитаза в доме это то, что особенно ценно именно по ночам, верно? Я понимаю ваши нужды, мистер. Я понимаю ваши нужды, мистер. Я сам 20 лет был вынужден бегать в туалет на улицу по ночам. А когда у меня дома появился унитаз, я... Пожалуйста, уходите. Просто... Просто уходите. Я хочу, чтобы... Джек, я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, что в таком маленьком доме... Сейчас выставят так очень. Но я уверяю вас, если вы позволите мне войти, уходите прямо сейчас. Я просто... Я просто хочу вас уйти. Я просто экономить нам обоим время только и всего... По-моему, Джек сейчас выстрелит. Я знаю, что вы передумаете. В следующий раз, когда вам понадобится отличие в среде ночи, вы вспомните обо мне и подумаете... Черт, да ведь этот тот парень был прав. Митаз в доме это то, что нужно каждому мужчине. Так что, почему вы нам не... Я прошу вас уйти. Это Джек. Вам нужно уйти. Сейчас же. Уходите. Ладно, ладно, хорошо. Но я уверен, не пройдет неделя, как вы передумаете. Я говорю вам сейчас. Готов спорить, и неделя не пройдет. К сожалению, громковато. Все-таки я сбавлю громкость, мне кажется. Готов спорить, и неделя не пройдет, да. Закрыли его, закрыли там. Нормализовали громкость кое-как. К сожалению, с громкостью мне теперь громкомат встал, да. Ну хотя, кстати, в прошлой серии не так все плохо оказалось, на удивление, не поверите. Ладно, все, вроде нормально. Теперь это должно быть относительно нормально. Хотя на самом деле английский... Так, Джек, что это он с пистолетом-то? Дышит тяжело. Пистолет, пуля высыпал. И зачем это? Зачем ты пуля вытащил из пистолета? Сидит у двери. Интересно, зачем Джек выпустил... Это что это такое? Винт какой-то? Или что это? Или... Отвертка. Пластинка! А, все ясно. Старина это у нас тут. Древние времена, я так понимаю. Вино или пиво, или что-то из алкогольных напитков пишет. Ручка, рука. Вот. И вот что получили. Его семья, вероятно. Дорогие деловые, Оливер, я бы много делал, чтобы сейчас рядом с вами на крыльце нашего старого дома раскусить зигару и спокойно поговорить. Знаю, что у вас ко мне много вопросов, много неприятных вопросов. Мне легко услышать их у себя в голове, гораздо труднее будет найти ответ. Я торопился, потому что думал, это потом все пропадет. Ну нет. Дил, Оливер и Эдгар. Надо было не забыть эти имена, но я их забуду все равно. Он хочет сесть, поговорить с ними. Много вопросов, много неприятных вопросов. Найти ответы, и будет трудно эти ответы найти. Ты виновен в том, что о тебе говорят? О, я виновен только в том, что хотел позаботиться... А, ты виновен в том, что о тебе говорят? Я виновен только в том, что хотел позаботиться о себе и своей семье. Мне очень жаль, что я взялся за это так поздно. Я виновен только в том, что доверился не тем людям. Меня использовали и выбросили на помойку. Я виновен только в том, что хотел позаботиться о себе и своей семье. Мне очень жаль, что я так взял поздно. Давайте скажем, что меня использовали другие люди. Хотя тут какой-то равнозначный ответ. Давайте-ка будем отказываться от всех обвинений и говорить, что меня использовали и выбросили на помойку. Давайте, на помойку выбросили меня. Суд, смотрите, это суд. Музыка, это как же тихо все. То громко, то тихо какая-то игра. Почему ты сбежал из Фрибурга? Я не сбегал. Я взял время, чтобы перегруппироваться, а потом вернуться и очистить свое имя. Иногда отступление — это единственный путь к победе. Я сбежал потому, что не хотел умереть в тюрьме. Я знаю так много про каждого влиятельного мерзавца в этом городе, что мне просто не дали дожить до суда. Ну, непонятно, правда, кому они... А, пишет этим троим людям. Ну, наверное, да, не писать. Я сбежал. Почему? Потому что люди будут бояться слова «збежал». Подумают, а, сбежал. Сразу негативный оттенок. А потому что побег ассоциируется с негативным чем-то. Поэтому мы перегруппировались, вернулись и очистили свое имя. Хотя не хотел умереть в тюрьме. Я знаю так много про каждого влиятельного. Ну, хотя да, не дали бы дожить до суда. Это правильно. Все-таки, действительно, ну, это правда. Если бы не дали тебе дожить до суда, это действительно правильно. Почему на самом деле ушла мама? Потому что решила, что хочет 30-летним страховым агентом. Надеюсь, он был хорош. Салли, ваша бабушка, однажды сказала, что уже... Интересно, откуда он это все знает? Салли, ваша бабушка, однажды сказала, что я совсем старик, у меня нет энергии, поэтому лора ушла от меня. Тогда я не передал словам значения, но теперь мне кажется, что именно в этом и было дело так. Кто такая Салли? Кто такая лора? Я забыл эти имена. У меня все вылетело из главы. Потому что решил, что хочет Салли, что уже совсем старик. Что я уже совсем старик, поэтому ушла от меня значение. Теперь кажется, именно в этом все и дело. Потому что решила... Ну, не знаю, надо... Не знаю, я не знаю, честно говоря. Мы пишем правду, ну, раз мы пишем правду и мы не знаем настоящей правды, то мы будем писать о себе все самое лучшее. То есть мы хороший человек, добрый, справедливый. И все, что они говорят, это все ложь. У тебя тоже был роман на стороне. Так, это я не могу так сказать, хотя просто потому, что мы с вашей мамой к тому моменту жили раздельно. Да, и с трудом назвать роман на отношениях двух людей, которые просто часами говорили по телефону и так никогда и не встретились. Давайте-ка, да, вот этот самый лучший вариант. Я уже... Я и тут еще не прочитал, но этот уже самый лучший. То есть мы отвечаем уклончиво. Говорим... Как это сказать-то? Не да, не нет. То есть смягчаем, стираем острые углы. Вот как-то. Это смягчаем. Это у вашей мамы был роман, но обвинять людей не надо. А то все, что потом случилось у меня, не более чем увлечение. Не наивной любовной фантазии, так и не ставшая реальностью. В любом случае, конечно, сейчас мое увлечение хочется садить меня за решетку. Да. Да, вот это. Да. Зачем ты связался с мафией? Тебя спрашивают. Ну что ж. Я связался с ней потому, что мафию нельзя победить. Лишь контролировать. Я сразу решил тоже не отрицать, потому что можно только контролировать. И глядя на раскрываемость преступлений в Фрибурге, должен сказать, что мне неплохо это удавалось. Я не связался с этой мафией и не оставила мне выбора. Когда урожают развесить головы на дворых детей на люстры, ты сделаешь ровно то, что от тебя требует без сомнения лишних вопросов. Я не связался с этой мафией, выгоню дело меня. Хм, трудно. И на самом деле вопрос. Сначала сказал, думал, надо вот это отвечать, а потом подумал, что может быть это надо ответить. Ну, мы будем рассудительным человеком и не будем все нажимать и нажимать, как будто бездумно все написали от алкогольного опьянения. Нет, мы будем рассуждать. Ну как, надавим на эмоции у человека? Ну, хотя давай, ну хотя не знаю, можно лишь контролировать. Ну, наверное, не знаю. Ну, наверное... Ладно, я не знаю, честно говоря. Вот, очень два похожих ответа. Можно было бы взять и соединить оба два ответа и сказать, что ты и улучшил преступность, и рост, и поднял, и вот тебя еще и запугивали. Поэтому вот такой вот ты двойной агент оказался. Ну, ладно, на эмоции давать будем. Будем из себя обелять, обелять только будем. Ну, да, да, для своих детей, это же, наверное, дети его были. Так что будем давить на эмоции. Ты убивал людей? Он сказал. Я никогда никого не убивал. У меня много пороков, но не убийцы. Я никого не убивал собственными руками, но я отдавал приказы, которые приводили к гибели людей. Иногда эти люди были плохими, иногда не слишком. Вам решать, делает ли это меня убийцей? Да, ну, надо... Не знаю. Трудно сказать на этот вопрос. Ну, наверное, отрицать своих, то, что он мясник, не стоит, наверное, потому что, ну, все-таки он это... Все-таки это, как это сказать-то, вряд ли они поверят человеку, который будет врать, что он никого не убивал. Поэтому мы, скажем, косвенно, скажем, косвенно убивали. Ну, надо было написать, мы старались убивать только злых людей из-за самообороны. Как твое здоровье? Я чувствую себя хорошо, несмотря на расставание с мамой, побег от федералов и две пережитые комы. Одно знаю точно, третью кому я не вынесу. Не надеюсь, не жалуюсь, но мне бывает одинок, и боюсь, что друзей я здесь не заведу. В любом случае, новые друзья в моем возрасте уже ни к чему не ведут, разве что как одним похорона. Вот как раз хороший ответ, чтобы с ними поговорить. Вот как раз, чтобы он же хочет с ними поговорить. Поэтому, почему ты просто не ушел на пенсию? Да потому что мне не к чему было возвращаться. Меня ждал пустой дом и грязный сарай. Чем бы я занялся? Сельским хозяйством? Все мои инструменты давно разржавели. Через неделю такой пенсии я бы пустил себе пулю в лоб. Я ловлю преступников. Это все, что я умею делать. Это все, в чем я хорош. Я не ушел на пенсию, потому что любил свою работу. И мой возраст не мешал ее выполнять. Ну, давайте-ка скажем, не к чему возвращаться. То есть, чтобы подговорить их вернуться к нам. Таким будем хитрым, коварным человеком. Я очень надеюсь. Я знаешь, на что надеюсь? Я... Что музыка идет. Ну, хотя нет, она какая-то идет. Какая-то идет. Что-то, чего ты боишься? Вот сейчас я. Да, какой-то звук там идет. Щелканье, слышали? Я проверил. Чего ты боишься? Я боюсь, что меня поймают за пруд. В клетке выставить на ПК, словно сыркового рота. И все, что останется в моей власти, это раскрашить себе череп от руки и решетки. И есть, что у меня будет шанс реабилитироваться или хотя бы объясниться. Перед законом, перед Фрибургом, а главное, перед вами. Вы больше всех заслуживаете объяснений, поэтому я и взялся за это письмо. Вот как раз. Мы же разговариваем с кем-то. То есть, мы будем добрым человеком выставлять себя. Что-то планируешь делать дальше. Я во многом изменился, хотя предсказуемости по-прежнему нет среди моих пороков. Я знаю, я должен что-то сделать. Вопрос лишь в том, как далеко мне придется зайти. Я не могу сказать вам этого, но не потому, что не доверяю вам, потому что я сам могу догадываться. Что я читаю? Все, я больше не ошибаюсь. Я не могу сказать вам этого, но не потому, что не доверяю вам, потому что я сам могу лишь догадываться, на что мне придется решиться в последнюю секунду. Готово. Ну, давайте вот этот ответ, он более такой хороший, хороший. Мы будем хорошим человеком, которого все любят. Вот. Надеюсь, понравится. Надеюсь, про убийства... Ну, я считаю, неправильно было бы врать с убийствами. Просто потому что, ну... Извините меня. Если буду врать с убийствами вот так нагло, то они просто мне не поверят. Конечно, интересная логика, но мне кажется... Ха! Мы едва заткнули этого парня. А ведь даже я не пришел к третьей фазе. Третья фаза, это когда я... Времени совсем мало, они сворачивают свой штаб, но если поторопимся, сможем за раз схватить почти всех. Это на севере, в старом летнем. Они товар никогда не хранят в штабе, всегда находят какое-нибудь новое место, это Гейл говорит. Обычно съемный дом на окраине. Часть из всего в этих местах живут случайно арендаторы, которые даже не подозревают, что у них под половицами что-то хранится, чтобы товар нельзя было связать с галстуками, а галстуков с товаром. Помнишь маленький трактир Фуре-Сетти? Мы туда после выпускного зашли выпить и разбили большое стекло, мистер Ланес, теперь это за Глаши, этот дом. Две недели назад там поселился какой-то старик, а у него под ногами 27 килограммов героина. Думаю, здесь этот хмырь немного вводит нас за нос, Чарли говорит. Наверняка в доме заселили четверо-пятеро вооруженных людей, хотя дом маленький, да? Ну, двое как минимум. Не поверю, чтобы они просто ставили товар под полом какого-то старика, а если даже там живет какой-то старик, он наверняка в доле. Эй, а может, старик это просто кличка? А? Может быть, там засел какой-нибудь опытный в устроенном засаду? Может, он уже... Ну вот, вы скоро сейте и проверьте. Возьмите две машины на случай, если в доме живет не только какой старик, кто бы там ни был, везите их сюда. И про героинь не забудь кею. Остальные поедут со мной штурмовать штаб. Все верно, Лили? И теперь мы, похоже, должны будем выбрать, как распределить ресурсы. Ну, надо... О! Смотрите, все-таки эта игра... Про город еще только, а не про эти разговоры и решения. Так, все события, требующие вашего внимания, отражаются иконками на маркете Шарпфуда, а также карточкой в списке вызовов. На маркете Шарпфуда, а также карточкой, вот. Хорошо. Итак, по-моему, надо нажать. У каждого вызова есть требования к уровню профессионализма ваших подчиненных. Чтобы копы могли отправиться на вызов, их суммарный профессионализм должен соответствовать требованиям конкретной миссии. Консольщина. А почему, спросите вы? Потому что... Видите, в обычных играх, хотя, ну, по крайней мере, это свойство, потому что в обычных играх нажимаешь на кнопку, и кнопка нажимается. А вот на консолях так делать нельзя, потому что там бывает много ложных нажатий, и поэтому нужно удерживать кнопку, и поэтому... Мы не будем говорить об этом. Наверное. Крупная партия героин на окраине сейчас дома арендует какой-то старик, вероятно, он в сговоре с гардлуками охранить товар. Ну, наверное, надо отправить. 600 же требуют. Ну вот, 600 отправили. Маловато, конечно, это. В этой игре разговоры громковаты, вот что я хочу сказать. Все остальное нормально, а вот разговоры это, да, не очень. Приехали. Ну, а вот в этой игре, что хорошо. Хм. Да, нормальный звук, ну, я проверил, понимаешь, и 20 минут осталось. Прошло. Вот этот пьянец какой-то. Неужели это Джейк какой-то, или Джекоб, или как его на Д? Что это он видит? Он уронил гильзы. Ну, зачем ты разряжал пистолет? Департамент шерифа. О, нет, Чарли говорит, о, нет, нет. Нет, нет, нет. Только посмотри на это. Нет, но ты только взгляни, Кори. Они что, не нашли никакого получше сторожить товар, или им просто все равно, или мы что-то не понимаем? Чарли, как ты считаешь? Мы ничего не поняли, а? В том, что в лачуге сидит грязный, пьяный дед, есть какой-нибудь особенный смысл? Может, нам нужно прошифровать послание, ну, или как ты думаешь, где они могут спрятать пирожок? Вот почему бы тебе и не поискать его, пока я... пока я допрашиваю подозреваемого, а? Вот. Вот. Тебя? Как тебя зовут, старик? Что ты сказал, старик? Нужно отвечать четко и ясно, когда с тобой говорит офицер полиции. Меня... Нэш. Уоррен Нэш. Я тебе скажу что, Уоррен Нэш. Чарли. Он врет. За 15 лет в полиции я повидал много отвратительных кусков. У нас тут не самый благополучный городок, если ты не заметил. Я ловил воров, ловил насильников, ловил убийц и... наркотографцев тоже ловил. У меня такая работа, понимаешь? Я делаю свою работу тихо и мирно, как профессионал. Но вот ты, такие, такие, как вы, с вами мириться трудно. Такие, как ты. Я просто не могу остановиться к хладнокровным профессионализмом. Вопрос не... А знаешь, почему, Уоррен? Потому что... Что-то он озверел. Ой, прости, Уоррен. Я на секунду, ладно. Чарли, что за черт? Орли, ищи наркот, пока я занят подозреваемым. Хорошо? Кричит уже вообще. Как кричит. Так вот, Уоррен. Такие, как ты, выводят меня из тебя, потому что вы думаете, что... Вы думаете, что полиция в нашей дне, на что не суток вы думаете, что мы снимаем кошек с деревьев, помогаем старушкам догадки, съездки до конца? Вы... Вы думаете, вы верите? Вы... Вы действительно, действительно верите, что мы неуязвимы, и поэтому вам даже не нужно соваться? Я не вижу... Подготовился... Устроил нам засаду, Уоррен? Ты никому... Вообще... Я, ты думал, что я не приду за тобой. А я пришел, Уоррен. Вот он я. Что ты теперь будешь делать? Какой у тебя теперь план, Уоррен? Эй, кажется, я что-то нашел. Слышишь, Уоррен? Он что-то нашел. В следующий раз прячь. Получше. О, как. Вообще, наглость и хамство. Ну что, похоже на 27 килограммов, героина. Я... Обыскал, что между 26 и 28 килограммами. Ну... То есть, похоже на 27, да? Да. Похоже на 27. А текст был на белом фоне, я его читать не мог. А что мы гадаем? Доставим и груз с машины, а я упакую старикам. И всякое барахло, его надо прихватить. Отлично. Вот оказался, каким мафиози-то этот человек. Оказался мафийный человек. Арестовали его и отправили в тюрьму. Вот, это похоже на человек из прошлой части, я так понимаю. А может и нет. Я бы хотел... Мне нужно... Мне очень нужно поговорить с шерифом как можно скорее. Я шериф Рид. Вы можете говорить. Но я бы на вашем месте подождал адвоката, мистер Нэш. Я не... Вы... Вы сказали, что вы шериф? Именно это я и сказал. Я... Нет, нет, просто... Я просто... Я... Вы шериф Шарфуда? Я шериф Шарфуда. Вы... Вы можете... Можете ли вы... Говорите лица, слушайте, я ношу в лежащую... Я сижу одна, хотя мне страшно хочется спать. Я изучаю материалку убийств, которым никто больше не хочет заниматься. Стало быть, я шериф. Я еще... Другого у меня для вас нет, мистер Нэш. Смирите. Послушайте, шериф. Шериф Рид, да? Отлично, шериф Рид. Я... Я должен поговорить с шерифом. И вы шериф, а я... Так что... Даже лучше, в смысле старый шериф иногда... Неважно. Неважно, я не об этом. Я... Я просто хочу сказать, что произошла ошибка. Я хочу помочь вам во всем разобраться, потому что... Потому что я... Огромная партия кокаина хранилась у вас в доме. Вы хотите, чтобы я поверила, что вы об этом ничего не знали? Я снимал этот дом. Я живу там всего пару недель. И вы... Вы знаете это. Это легко проверить, да? Да? Это... Но это не то важно. Это не то, что я... Я пытаюсь... Слушайте меня, шериф Рид, вы... Вы должны слушать меня очень внимательно. Я полицейский. Такой же, как и вы, понимаете? Ха, так значит, вы были под прикрытием? Да, мистер Нэш? Нет, 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 нет. Все... Это все гораздо сложнее. Меня зовут не Уоррен Нэш, я... Это я уже поняла. Ваши фальшивые документы, что они практически рассыпались у меня в руках. Если вы... Если вы даете мне все объяснить, я... Хотите увидеть мои настоящие документы, шериф? Вон. Видите тут... Что хью? Тот маленький ящик, маленький деревянный ящик на столе, видите? Похож на шкатулку. Он заперт. Мы вскроем его утром. Хотите открыть его сейчас? Прошу, шериф Рид. Давайте его откроем сейчас, я постараюсь все объяснить. Я в очень сложной ситуации, прошу вас, выслушайте меня. Просто откройте шкатулку, и вы найдете там мой паспорт. Настоящий паспорт. Меня зовут Джейк Бойд. Документ на имя Уоррена Нэш. Я купил за 90 баксов на вокзале. Прошу вас, откройте шкатулку, и я вам все объясню. Пожалуйста. Вы скажете, что вы коп, да? Да. Да. Я был копом, я был шерифом полиции, как вы. Послушайте, это очень большая и сложная история, но я... Я уверяю вас, все это гигантское недоразумение. И то, что мне приходится скрываться, и то, что я оказался здесь, это все череда, череда, и это несправедливость, которую я хочу исправить. Я прошу вас мне помочь. Надеюсь... Ну что, посмотрим, поможет она или нет. Рука протянется тут на картинке или нет. Вот такая. Чик. О, ну жалко, я не могу мышкой показывать. Это обидно, честно. Забрали ключ. Открытие. И там яд смертельный. Ну, конечно, было шуткой. Так, так, истинный паспорт. Шериф, шериф Рид, давайте поговорим. Смотрите, я умоляю. Смотрите, старик. Измученное лицо старика. Слезы и горе. Шерифа. Слезы и горе. Замучили шерифа. Пришла она. Это она, вроде как, да верно. Но женщина, я так понимаю, тут будет только одна. А глаза. Грозные. Это что такое? Это что такое? Ага, это он. Шериф, давайте я... Вы хоть знаете, в чем вас обвиняют, мистер? Мистер Бойт. Я... Скажем так, я... Я не знаю, в курсе ли вы, что произошло во Фрибурге прошлой зимой, но все это не имело никакого отношения ни к закону, ни к справедливости. Меня использовали, а я, вы понимаете... Я обязан сообщить о вас с федеральным агентом, мистер Бойт. Шериф Рид, если вы сделаете это, вы лишь продолжите это, эту... Я думаю... Я верю, что копы должны помогать друг другу, так что... Я просто хочу, чтобы вы... Производите... Мы знакомы считанные минуты, мистер Бойт. Я очень сомневаюсь, что успела произвести на вас какое-то впечатление. В какую историю вы бы не впутались, я надеюсь, что... Я надеюсь, что вы добьетесь справедливости. Если это действительно то, чего хотят нас сейчас... Но пока я... Но пока я знаю лишь вот что. Вы преступник. И вас ищут. Ваша... Ваша папка... Ваша папка... Папка с материалом по делу, можно мне на нее взглянуть? Простите, я много раз работал детективом. И даже когда я был шефом полиции, я делал детектив всю половину работы. Если вы... Если у вас есть трудности с этим делом, я уверен, что я смогу помочь. Папка ведь должны помогать друг другу. Мои слова, верно? Вы... Вы думаете, что... Послушайте, шериф Рит, что вы теряете? Вы шериф полицейского департамента. Вы должны мыслить рационально. Не собираюсь вашу учить делать вашу работу, я просто... Не забудьте на секунду обо всей этой... Неловкой ситуации. Хорошо? Хорошо? У вас есть нераскрытые дела, перед вами человек, который предлагает вам помощь. Может быть, я самозванец, и не смогу сделать ничего. Может быть, я даже оказываюсь сумасшедшим, который разбросает бумаги по камере и начнет танцевать вокруг них, как лико обезьян. Но быть может, быть может... Я и правда опытный коп, который поможет вам вычислить убийцу. Разве не этого вы хотите? Разве вы не хотите дать мне шанс, когда вы ничем не рискуете? Разве вы не хотите за... Садить за решетку, а не жертву обстоятельств? Вроде меня. Это ведь и есть работа полиции, ловить настоящих преступников, правда? Лампа и рассвет, смотрите-ка. Наверное, я сошла с ума. И дала папку. Такое что-то громкое. Чтобы раскрыть преступление, нужно восстановить картинку происходящего, расставив в нужном порядке кадры с ключевыми событиями. Итак, продолжить. Продолжить. Последовательность. Чтобы разобраться с случившимся, нужно внимательно изучить показания свидетелей и улики. У вас есть необходимые кадры, но в убийстве подозреваются два человека. Вам нужно проанализировать иновеющиеся информации и вычислить, кто из них настоящий преступник. Мужчина в маске рестлера. Что-то тиховато все как-то, мне кажется. Ну да. Вообще звука нет. А есть даже секрет супового набора. Итак. На полке мясного отдела обнаружен расчлененный труп Боба Финнегана. Улики. Так. В общем, замучили Боба Финнегана. Итак. Супруга жертвы. Я была у соседки. Заходила с Олей занять. И услышала по телевизору, что какой-то полуумный маньяк снова начал убивать в Риптоне. Журналисты прозвали его рестлером, потому что он носит маску рестлера. Обычно новости полслуха слушаю, но в этот раз запомнила. Потому что, когда вышел от соседки, заметил на улице латиноса с большой спортивной сумкой. И он как раз нанес какую-то маску, снимал с лица. Пришла домой, а там кровь повсюду, и Боба нигде нет. Неужели этот маньяк и до нашего заколусти добрался? Ага. Это значит, что... Ну, достаточно значительные показания, одним словом. Рут. Соседка. В тот вечер Рут зашла за солью. Смешно. Работает в продуктовом, а у него вечно чего-то не хватает. Она посидела у меня немного, а потом сказала, что пойдет готовить Боба ужин. Не знаю, как она его терпела. Типичный мужлан. Вечно ходил в своей закрытой футболке, целыми днями пялился в телевизор и орал. Чтобы Рут принесла ему еще бутылочку холодненького. Я часто к ней заходил, и там постоянно одно и то же было. Недавно Рут решила попробовать фегетарианство. Прочитаю в журнале, что это может не только сбросить лишних кило. Пару лишних кило. Но так еще и жизнь продлевает лет на 10. Так вот, начала она готовить без мяса овощного супа. Наварила. Думала удивить мужика, Боба пришел с работы. И как зарет, что это за помои без мяса. Я рядом живу. Мне все слышно. Так они тогда чуть и не подрались. Ну да. Зашла за солью, работает в продуктовом, не хватает. Она посидела, потом сказала готовить Бобу ужин. Не знаю, терпел. Типичный мужлан. Ходил за рыганой футболкой. Целыми днями смотрел телевизор. Орала, чтобы Рут принесла ему еще бутылочку холодненького. Так, так, так. Ага, часто там тоже было. Недавно Рут решил попробовать вегетарианство. Она начала без мяса. Овощного супа наварил. Думал удивить мужика. Ну, вряд ли все-таки он... Она бы взяла его и на мясо его так пустила бы. Боба Финклера. Следующий подозреваемый будет у нас уже в следующей... О, кстати, вот этот настройки. Давайте сейчас курсор игровой, вибрации, геймпад, экран. Сто процентов. Экран на весь экран. Ну, в общем, дамы и господа, спасибо за просмотр. Оценивайте видео, оставляйте свои комментарии. Я буду рад их все прочитать. И в следующей серии мы раскроем какое-то непростое и сложное преступление. Спасибо за просмотр. Всего вам самого лучшего. Вот. Так вот. Жалко, что музыки нет только. И ставьте лайк, если вам игра понравилась. Именно по их количеству. Я понимаю, стоит ли делать новые серии по этой игре или нет.